Дорогие наши друзья, мы в Мелитополе и глядя на эту выезд, за уголок поляна сказок, у меня дежавю. Именно так в 95-м году на поляне сказок начиналась, история начиналась за уголка сказка, который сегодня превратился в Ялтинский зоопарк сказка. Пойдемте сюда. Молодой, я точно такая же надпись, за уголок поляна сказок. Дом енотов. Классика Жанна, налево пойдешь, коня потеряешь. Молодчики. Молодчики. Попугайчики. Молодчики. Белка. Дом для белки. Привлекают. Белки очень важны, нужны. Они в парке могут жить, когда приплод лихий будут, они здесь или в вольерах. Очень здорово. По парку, чтобы вы понимали, если идти, то девочек увидеть можно очень много. Да. Много. Да. А какая-то не сиденькая. Сколько? Две петли снял. Вот там вот на... У нас есть в Тосинке, там детская площадка. Я пришел тогда буквально, наверное, неделю, пробыли дней десять. Одну и потом просовывать просто. И петлями ловят белок. А потом продают. Даже в парках устанавливают петли. Я ловлю белок. Видно, что это небольшой зооуголок, друзья. Но для меня главное то, что именно директор этого зооуголка принял вот эту маленькую львичку, когда отказали некоторые зоопарки местные. Он принял, хотя у него абсолютно нет в этом плане никакой практики. Кормил, поил. И вот досмотрели за ней, пока мы не приехали. Несколько дней львичка была тут. Вот. Дом енотов. Иди сюда. Иди сюда. Ты такой толстый большой енот. Слушай, тебя перекармливают здесь. Ты же размножаться не сможешь. Матильда. Матильда. Матильда и Рокки, а? Ой, какие его наглые морды еноты такие. Гулик. Да? Иди сюда. Гулик. 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 Посмотрите, какие жирные еноты. Живот их мало, и все карматы остаются видны этим енотом. Понимаете? Внимание этим енотам. Вот когда. Иди сюда. Посмотрите. Это же Матильда. Настоящая Матильда. Ах, вон вы что. Кто там еще? Енота. Эта самая собака. Матильда. Иди сюда. Иди сюда, Матильда. Иди сюда. Иди сюда. Матильда. 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 Ну, ну, ну. Ой, какая Матильда. Ой, какая Матильда. Ай, какая Матильда хорошая. Да. По новым правилам метровое ограждение для посетителей. Матильда. Потому что это добрые, а другой раз за палец. Иди сюда. Иди сюда. Вот кролики и семенки. Территории более чем достаточно для создания полноценного зауголка, в котором могут поместиться сотни разных животных. И сотрудников здесь достаточно. Потому что, судя по кормлению енотов и произведению белых, здесь люди с любовью относятся. И чистота, которая в этих маленьких вольерах. Говорит о том, что здесь работают сотрудники с душой, с опытом. Знают, что нужно даже чрезмерно, мне кажется. Судя по енотов, надо, не знаю, гонять фитнесом, пусть занимаются и все. Поэтому только желание городских властей, их разрешение на создание, на укропнение этого зауголка, насыщение его животными, выделение денег на строительство. Вольерчиков. И не нужно больших хищников, не нужно никаких копытных, здесь и медведей. Со львами не нужно. Птицы, пазаны, млекопитающие мелкие, какие-то мелкие копытные, там козы, овцы, типа бабушкиного дворика. И этот зауголок только украсит прекрасный парк Мелитополя. Озеленение здесь на высшем уровне. И территории, повторяю, что она огорожена, ее более чем достаточно. Проложить дорожки из клитки и поставить по периметру красивые экспозиционные варьеры для разных животных. И будет очень интересно. Поэтому мы готовы тоже помочь. Так может обратимся к Мелитополу? Ну, слушайте, обратиться должно руководство парка, если оно хочет взять на себя такую ответственность, обуду в определенной степени. Потому что каждый зауголок животные мы в ответе за тех, кого приручили. Чем больше животных, тем больше ответственность. Это и увеличение штата, это и ветеринар, это и внимание с посетителями, это и кормовая база, и масса-масса утилизация экскрементов, это взаимодействие с контролирующими службами. Поэтому история, к сожалению, государственных зоопарков и зауголков, она заранее убыточная. Вот. И учитывая, что парк здесь у вас бесплатный, да? У вас посещение парка бесплатное, правильно? С самого парка, да. Но Поляна Сказок платная. Поляна Сказок платная. Вот. И если это будет экономически выгодно властям, не будет в убыток, но вряд ли входная плата покроет все расходы на содержание сотрудников и животных. Вот. Это нужно экспериментировать, пробовать. Пока опыт городских зауголков говорит об обратном, что это убыточная история, что животным очень много нужно всего-всего. Прививок, кормов там и всяких приспособ, и вольеры дорого стоят и так далее. Поэтому важно для меня, как частника, всегда важно, чтобы эта история была самоокупаемая, самодостаточная. А еще лучше, чтобы что-то давало городу, помимо экологического воспитания, помимо приюта для животных, уроков зоологии и биологии, еще и была рентабельной. Для меня это основа, как для частника. Вот. Но здесь мэрия может посмотреть по-своему. Просто нужно, чтобы городские начальники при реконструкции парка обратили внимание, что сегодня зауголки зоопарки в обновляющемся в каждом российском городе, ну это интересная история. Главное найти увлеченных людей, которые с удовольствием занимались бы содержанием животных. И тогда это пойдет однозначно на пользу городу. Я, например, сколько Мелитополь знаю, кроме знаменитой Мелитопольской черешни, я не знал, что здесь вот есть даже такой маленький зооуголок. Хотя я уже 27 лет руководитель своих парков. И мне очень приятно сегодня увидеть не просто какой-то, знаете, замызганный, зачуханный, как я часто видел в украинских городах, зооуголок, в котором очень жалко животных. Я этого ничего не увидел. Я увидел сытых, чистых, небольших животных. Но это начало. Я уверен, что каждое последующее животное, оно будет в таких же условиях. Мне не жалко передать животных вот в такой зооуголок. Я знаю, что здесь они будут и сыты, и будут в наилучших условиях. Все остальное российское законодательство поможет и приведет все в соответствие. Пройдут аттестацию, изучат российское законодательство, которое также регламентирует содержание животных. И все будет интересно и хорошо. А я так подсмотрена. Вы сказали, Ванислав, что готовы даже поучаствовать в планировании этого. Если будет... Я известный проектировщик. Ни один зоопарк был спроектирован мною. Пусть не всегда об этом все говорят, но все, кто создавал зоопарки в Украине, приезжали ко мне, консультировались, учились на моих парках и мои попытки сконструировать, спроектировать, простите, первый ялтинский зоопарк, когда я приглашал именитых градостроителей, которые были по 10 лет главными архитекторами крупных городов в СССР. И когда я им создал все условия, пошел на их все условия, в том числе финансовые, и когда они мне стали рисовать в Ялте какие-то, знаете, вот такие вот дороги, какие-то озера. Я говорю, а как озера? Как? Где мы столько воды возьмем? Вот они говорят, так, вы нам доверились, все, вот увидите результат. Но когда мы убирали клетку с медведем, и подошел проектировщик, которому я доверил спроектировать ялтинский зоопарк и говорит, девочки, вы больше представьте, не будете убирать вот так, чистить у животных экскременты, с ведром заходить и так далее. Со шлангом. Будет происходить так, вы подходите к вольеру, нажимаете кнопку, и несколько тонн воды обрушивается на медведя, значит, и вот, что называется, взобу дыхание сперла, понимаете? Тогда я понял, что я иду по неверному пути. Вот, я вежливо расплатился и расплощался с этим уважаемым архитектором Царства Его Небесной, да? Вот, хотя он был очень уважаемый архитектор и член там всех этих архитектурных градостроительных советов. И я поставил карту голого поля, поставил круглую точку и сам, исходя из своего опыта, начал проектировать ялтинский зоопарк сказка. Этот проект воплощен в жизнь, дорогие друзья, и сегодня радует миллионы и миллионы уже людей за 27 лет своей истории. Поэтому, к сожалению, опыта в проектировании зоопарка у российских архитекторов нет. Он есть за рубежом. Но за рубежом это очень дорогая история. Это сотни тысяч евро. Проект любого зоопарка в Европе начинается от 100 тысяч евро и больше. Вот, мы не можем себе позволить такую роскошь. Тем более, мы сами с усами и сами уже знаем, что нужно животным, что нужно посетителям, как обслуживаться коллекцией, и как сделать так, чтобы тачки были не спереди, а сзади и так далее и тому подобное. И как благоустроить, озеленить парк и создать этот проект. И вот когда проект, его функциональность уже нарисована, создана, тогда можно прийти к нашим российским проектировщикам, которые знают хорошо снипы, нормы и они скажут, а вот здесь должен быть пожарный разъезд, а вот здесь какая-то архитектурная доминанта там в конце и так далее. Вот, но я уверен, что этот зооуголок мы прекрасно можем спроектировать сами, с учетом пожеланий дирекции парка, требований, так сказать, городских властей, вот, и всех нормативных документов и той территории опорного плана, которая есть, без проблем. Это я всегда с удовольствием, потому что я очень люблю создавать зоопарки и очень радуюсь, когда рождаются любые зооучреждения в любых городах. Спасибо огромное, а я хотела, чтобы представили директора. Извините, дорогие друзья, мы сегодня в гостях у Владислава по отчеству Владислава Владиславовича, вот, он руководитель центрального парка Мелитополя, вот, с энтузиазмом рассказывает о реконструкции, о планах, вот, сейчас, ну, время такое ответственное, такое поворотное, вот, но судя по тому, что уже сделано и какие планы есть, этот парк ну просто, ну, прекрасен, прекрасен во всех отношениях, здесь сохраняется и история его и делается, делается сегодня новшество для того, чтобы горожанам здесь было комфортно, уютно, современно и достойно отдыхать в этом прекрасном большом парке. Здесь есть столетняя история, здесь есть руководитель, у которого горят глаза и все, поэтому все у них получится. Я рад познакомиться с вами, вот, передайте привет нашим всем подписчикам, вот, приезжайте к нам в Крым, всегда рады вас встретить, вот, также показать наших животных, наши парки, поделиться, если нужно, животными, какими-то для зауголка, тоже такие возможности у нас есть. Владислав Владиславович был и сказки он рассказывал и в Тайгане. Он был с восторгом, да, с супругой. Смотрел и очень, я восхищен, я прям искренне восхищен и ваше детище это, ну, это прям многого стоит, поэтому жизнь, это жизнь. Посетите и вы не пожалеете. Это жизнь, да, это жизнь, это положенное на это все. Все, спасибо, пойдем дальше. Спасибо, мы идем гулять дальше. Здесь были вольерчики, вот там аллейка, а вот там хотя бы два метра человек с тачкой мог пройти. Какие-то ящики, какие-то клетки, вот это вот вся история, вот, хотя бы, ну, два-три метра в идеале, четыре метра, чтоб машинка могла зайти. Вот, зашло животное, обслуживается животное, никто это увидеть не должен. Здесь только табличка, вольер и животное. Причем даже вольеры, нежелательно их делать в один ряд. Разбили где-то клумбочка, чтобы посидеть можно было там на лавочках и так далее. И опять какой-то вольерчик. Не стремитесь, чем больше видов, тем лучше. Нет, не надо вот это вот, что-то подобного всего создавать. Пусть меньше животных. Поверьте, человек, который выходит из зоопарка, я часто спрашиваю, что вам больше всего понравилось, там, обезьяны, там, гепарды или что-то. Белочка, белочка, все хорошо, но вот эта белочка, понимаете, она меня бесит. Вот, белочка. Или там еще ходит, ой, все, увидели, там слоно увидит, жирафы видит, а кролика не нашли. Люди очень простые. И вот эта тактильность, вот тот, кто потрогал кодочку, барана, какую-то свинку, они в восторге, потому что дети выросли на пятнадцатом этаже в этой Москве, роду этого не видели, понимаете, никогда. А тут свинюшку вьетнамскую, вот он как зорк-служий взял там и все. Для него это предел мечтаний. Вот по этому пути не нужно идти. Да, хотите каких-то эксклюзивных, там, попугаев или там, что-то такое, там, каких-то, хоть трубка-зуха, хоть кого угодно, ну, создайте экспозицию достойной, до хоть комодского барана. Везите и показывайте, как говорится, что это. Ну, это дорогие, эксклюзивные животные, и не все их оценят. Не все оценят, не поймут. Вы можете привезти грифа, посадить гриф и говорить, ну, это красная книга России, это им денег, им двадцать штук привозков. Ворона. Большая ворона или орел там какой-то. Понимаете, даже когда я привез шимпанзе и пытался сказать граждане, это же вот шимпанзе, это человека, ой, сын-то, дивись, мавпочка. Яка мавпочка, понимаете? Ну, яка мавпочка, ну, понятно, что обезьянка, понимаете? Ну, им, что мавпочка, что вот это вот резус макак, что гамадрил, что человекообразная обезьяна, которая мыслит, как мы, у которой две пары хромосом всего, так сказать, отвечает нас по психологическому составу. Ну, такой наш народ. И это наши люди, мы их не переделываем, у них такое экологическое, так сказать, воспитание, и они вот так видят. Поэтому и нужно к этому. Белки – это супер. И я знаю немного зоопарков, которые разводят белок. И я профессионал, мне не надо много говорить. У вас все хорошо. Я ожидал увидеть, что у вас здесь полторы клетки, у вас здесь и так далее. У вас все хорошо. Готовая, озелененная, благоустроенная территория. Вам нарисовать план дорожек, так сказать, а не нарисованную эту плитку, выбить где-то там это самое, выложить красиво и все. И разбивку по вольерам, отодвинуть вот эту вот всю историю, создать новые вольеры и все. Построить вот шикарный уголок. Кладную плату можно смело будет поднять. Люди с удовольствием будут на животных платить какую-то денежку, которая будет создать ментабельную историю в этом. Все. Центральный водопад трогать не надо, он прекрасен. Вот даже деревья у вас шикарные. Люди, сотрудники у вас есть. Все есть, окажется. Я думал, что это нет. Дождь усиливается. Даже что-то аэко покидает. Дождь усиливается. Есть здесь даже молодоженов. О, даже красный клен наш любимый. Тут тоже есть. Да, маленький за уголок, но он может быть очень душевным. Я вижу, что с этим руководством, ребят, горят глаза. Так это и будет. Но нужно, чтобы поддержал руководитель города. Чтобы поддержала ныря. Места мало. Дождь не прекращается. Ребенок не ходил в туалет несколько дней. Поэтому Олегу Алексеевичу сейчас еще будем делать процедуру, чтобы она сходила у нее. Скорее всего, перелом ее никто не разматывал. Лапку. Но сказали, скорее всего, перелом. Ребенок не ходил в туалет несколько дней. И вам придется сейчас помочь ей. О, тут уже можно сидеть, а не лежать. Так, ставь. Ну что, спасибо вам большое. Вам огромное спасибо. Еще не последний день увидимся. Жизнь большая. И я верю в лучшее. Значит, если я верю в лучшее, мы обязательно сделаем так хорошо. Скажем, маленький лучший реп мини золого. Спасибо. И вам удачи. Спасибо. Спасибо, ребят. Все, мы поедем. А, на стране нового. Как нам получилось? Друзья, уже темно. Мы едем. Идет дождь. Львенок. В гостинице все забиты. Мы ушли с паршрута. Будем искать какой-то, какой-то ночлег. Вот. Но непонятно. Шансов мало. Шансов мало, да. Село Ново-Троицкое. Друзья, мы не нашли никакого. Все занято. И поэтому мы опять в пути. Будем пытаться что-то найти в Юничинске. Ну, не знаю, насколько нам удастся.